К нам в гости приехал тесть, геолог с 40-летним стажем, прошедший огонь, воду и медные трубы по всем маршрутам и по многу раз. Он был не из тех, кого легко удивить профессиональными байками, но я таки сумел. Собственно, это была не байка, а простая и свежая врачебная быль. Если и странная, то совсем немного. Пациент шел на поправку, и уже было понятно, что восстановится он хорошо. Ни обморожение, ни многочисленные переломы необратимые впоследствии не остановят. Заживало все прекрасно, только вот бредить больной не переставал. Вообще, казалось, он просто не хочет просыпаться, не желает очнуться. Изо всех сил цепляется за свой бред, пытаясь остаться в своей вымышленной вселенной на подольше. Его бред был бессвязным, как и полагается типичному бреду. Но одна фраза там повторялась регулярно. Черный вертолет. Услышав это, тесь резко помрачнел, а потом рассказал мне то, о чем никогда не рассказывал, и даже не упоминал. Хотя знакомы мы были уже четверть века, и сдружились почти сразу. У геологов есть легенда, что если партия попала в беду, а связи с Большой Землей нет, всегда можно вызвать так называемый черный вертолет. Даже по-вдребеске разбитые рации. Даже если вообще никакой рации нет. Можно, можно, всегда можно. Надо просто знать как. А все бывалые геологи знают. И вызванный вертолет обязательно пролетит. Пролетит обязательно. И странные люди в полярных масках, скрывающих лица, помогут загрузиться в просторное брюхо винтокрылой машины всем, кому нужна помощь. С ними, с этими людьми лучше не ссориться. Сообщил тесть. Нужно делать, что они велят. Да и желания с ними спорить обычно не возникает. Они молчаливы, но их безмолвные распоряжения хорошо понятны. И еще, сколько их всего неизвестно. Немного, но сосчитать никому не удавалось. Все сбивались и путались. Впрочем, когда черный вертолет прилетает, ясный разум обыкновенно мало у кого присутствует. Да и дела поважнее есть. Забирают эти странные вертолетчики всех. Всех, кто не против с ними лететь. А это, как правило, вся партия, потому что без крайней необходимости черный вертолет не вызывают. А доставляют на Большую Землю к цивилизации только одного. Того, кто вертолет вызвал. Что происходит с остальными, никто не знает. Они пропадают навсегда. Я подтвердил тестью, что пациенты действительно нашли одного на окраине Таюжного поселка. И что уходил он в тайговом составе группы, это уже выяснили. И поинтересовался, бывало ли так, что кто-то отказывался лететь на черном вертолете, но при этом оставался в живых. Тестью грюмо помолчал, а потом выдал. Бывало. Со мной вот давно. Шестеро нас уходило. Ночпарк-нелушка выслужиться хотел. И затянул сезон до упора. Ливни, холода. Я с переломом. Двое с пневмонией. Остальные не сильно лучше. Связи нет. Продукты на исходе. А искать нас начали бы только через три недели. Ночпар такие сроки указал. И гнида вызвал черный вертолет. А я хоть и поломанный лежал, зол был на него чрезвычайно. Пристрелил бы, да ружье отобрали. Отказался лететь из принципа. Очень уж хотел с этой гнидой рассчитаться. Знал, если полечу, точно не получится. А так шансы оставались. Ну и что? Спросил я, когда тет сделал паузу, погрузившись в воспоминания. Да ничего. Спасли меня и Венге. Вышли на лагерь, когда я уже заканчивался. Ночпарта я так и посадил. Его и так уже мурыжили, это свидетелей не было. Про черный вертолет не рассказывал, конечно. Просто сообщил, что он бросил беспомощных подчиненных. Дали ему, правда, всего 8 лет. А черный вертолет я с тех пор часто слышал. И несколько раз видел в небе. То ли способность у меня такая появилась. То ли он лично меня высматривал. Не знаю. Может, это обычные вертолеты были. Осторожно усомнился я. Тесть только усмехнулся в ответ. Этот вертолет с другим не спутаешь. Ни на земле, ни в небе. И знаешь, чем дольше я живу, тем мне почему-то интереснее, что у него там внутри. И что случается с теми, кого он забирает. Настолько любопытно, что уже и жалел порой о своем тогдашнем решении. Думал, черт с ним с Ночпартом этим. Правда, тогда и Ленки твоей бы не было. Да и внуков бы не увидел. Только это и держит. А так, даже одно время специально во всякие рискованные экспедиции напрашивался. Сам бы вызывать не стал, конечно. Но и противиться не противился бы. Ты только о Ленке с матерью не говори. Рассердится. Да и в прошлом все уже, несмотря на интерес. Хорошо знаю, что здесь я нужнее. Такие дела. Продолжение следует...